Здравствуйте, меня зовут Олег, я шеф-повар в Бестро Далек. Сегодня я расскажу, как приготовить дома традиционное французское блюдо – стейк хоше. Так, сейчас самое интересное и самое главное – это мясо. Если брать эту говяжью вырезку, то из этой говяжьей вырезки мы можем приготовить либо миньон. Ну и для стейка хоше, как я понимаю, оно подходит. Так, соответственно, конечно. Теперь как резать вдоль, поперек? Какая толщина куска должна быть? Сколько здесь, сантиметр? Так, отлично. Что дальше? Теперь полосочками вот так. Так, и теперь кубиками. Так, что дальше? Дальше мы перчим, соль. Вот так. О, отлично. Соль. Соль. Это морская соль. Крупная морская соль. Одна ложка. Это будет 20 грамм. Вот этого достаточно. Совершенно верно. Как я понимаю, яйцо играет роль клейковины, которая помогает мясу придать форму. А в это время, пока мясо твердеет, мне кажется, можно приготовить соус. Конечно. Но сливки можно взять, в принципе, любые. Главное, чтобы содержание было 33% не меньше. Нет, помешивать мы не будем. Мы будем их выпаривать. Я помню, как ты делал. Достаточно? Достаточно. Теперь рукой размазать, чтобы легко соскользнуло. Я поняла. Теперь берем. Выкладываем мой пергар. Угу. И приплюсим немножко. И будем раздражать. То есть делаем форму. Еще. Еще? Вот так прям? Потому что не морщило. Я же стараюсь. В принципе, с помощью любой обычной лопатки, которая есть у каждой домохозяйки дома, можно придать правильную форму. И переворачиваем. Ура. Оп. Отлично. Ура. Чтобы было аппетитно. Конечно, эстетически красиво должно выглядеть. Все-таки многие люди любят глазами. Олег, мы сейчас будем готовить, в принципе, одну из заключительных частей. Давай мы делать это будем приближенно к нашим стандартным кухням. Не во фритюре, как это делается в дорогих ресторанах, а возьмем обычную кастрюлю. Нагреваем ее максимально. Нагреваем ее максимально. Добавляем растительное масло. Олег, щебет. Сколько примерно нужно ее готовить? Минутки 4. Так, картошка теперь у нас уже готова. Мы ее скидем на лафельное полотенце, для того, чтобы лишний жир впитал. К этим красивым луком мы будем украшать наше соблюдо. А лук называется шнит. Лук шнит. Сперва у нас идет соус. Спасибо большое за этот великолепный рецепт, за помощь. И, конечно, я думаю, что для своих друзей буду пробовать это готовить. Спасибо. Спасибо. Гоняк. Ммм. Ммм. Какой попробуй.